Династия Романовых Это такие темы, которые нужно будет еще раз подтягивать и возвращаться к ним. Потому что очень много уходит именно из первых дат, из первых чисел, как потом сложилась вообще судьба всей России именно с этой династией. Вот у нас сегодня эту династию Романовых как бы возвеличивают до божества. Есть такие, я их называю, романофилы. То есть, в общем-то, эта тенденция, она какая-то, я бы не сказал, что нездоровая. Вот они себя считают все патриотами до мозга костей. И, в общем-то, была бы в этом и причина, почему вот сейчас такой круг таких почитателей Романовых создался. Я бы сказал несколько слов об этом, извините, отступлю от нашей общей темы. Дело в том, что в начале 90-х годов, когда Советский Союз рухнул, и у людей просто в мозгах все перевернулось. Они не знали, кому верить, за кем идти и вообще, что творится, что происходит. Несомненно, многие обратились в свои взгляды к историческим работам, которые тогда начали печататься и выходить. Очень интересные, в общем-то, и старых историков, и новых. Но, как вот сегодня, с сегодняшнего взгляда это видно, многое это было очень тенденциозно и даже противно, вообще, даже разуму противно. Вот такие работы, как Волкогонов, Солженицын, вот им поверили в свое время, они там очень много клеветы возвели на советские строя и так далее. Но не об этом речь. Дело в том, что тогда был очень большой, высокий духовный авторитет митрополита Ивана Сначева, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Человек пишущий, очень умный, действительно патриот от России, действительно человек очень такой, духовно высокого такого, не знаю, молитвенник прям настоящий, ему очень много верили. Он, кстати, обращая внимание всем, кто сегодня на митрополита Ивана ссылается, он, кстати, дружил с Советской Россией газетой, он дружил с газетой «Завтра», он дружил с советскими патриотами. Вот это вот имейте в виду, когда ссылаетесь на него и поливаете грязью советские строи или там что. Но дело в том, что вот в своих работах и статьях митрополит Иван дал вот эту вот, как раз струю, что Романовы это был как бы приход такой власти, который вытащил Россию из бездны. Вот, и вот сегодня на него ссылаются. У него там были работы «Самодержавие духа», «Русь соборная», очень не такие, но хорошие работы, конечно. Ну, он сам был историк, в общем-то, с историческим образованием человек. Ну, вот не сказать, что эти работы очень сильно, так объективно были сделаны. Именно он вот это вот направление и дал, что вот Михаил Романов, собор 613 года, это был выход из бездны. Что вот пришла наконец-то династия, данная Богом, что все вот так вот, прямо все начали, вот все такое, вот все для России произошло. Несомненно, самое высокое и лучшее, что могло произойти вот с приходом этой Романовы. Романовых и Михаил, и Алексей Михайлович, там прям вот на него сегодня не намолятся все эти царебожники, на личность этого царя Алексея и так далее. Ну, и несомненно, вот эти вот последние императоры, которые, митрополит Улан, там тоже их высоко поставил, там и Александра Третьего, и Николая Второго. И вот сегодня вот это вот романо настроенные люди, патриоты, они просто не отступают от этих вещей, которые задал в свое время митрополит Улан. Ну, сегодня вы работы, кстати, не найдете ни в какой духовной лавке православной. Найти можно, можно, конечно. Увидели? Ну, это только, да, только таких вот, знаете, где, провинции где-нибудь, я думаю, может еще где-то есть. Я хотел сказать, такие попы, до которых еще не дотянулась рука Москвы. Да, получилось так, что в немилости и у современного церковного руководства. Если надо, я организую, любые есть у меня все. Ну, потом, когда мы вот дойдем до наших времен, мы, наверное, даже отдельно посвятим таким людям, как митрополит Улан. Обязательно. Это будет прямо отдельная тема. Надо будет разобрать, когда человек родился, где, что. Это очень важно. Тем более, что если мы там, например, о каких-нибудь, например, будем говорить сегодня про патриарха Иосифа, так вообще неизвестно, где он родился. Ну, еще раз. Откуда он пришел, где еще, вообще неизвестно. А тут сейчас столько уже более сведений есть. Чем ближе к нам, тем больше сведений. Я просто обращаю внимание, почему мы сейчас будем говорить совершенно не то. Не думайте, что мы не знаем эту точку зрения о том, что вот Романовы пришли и как бы спасли Русь вот из бездны. Нет, мы говорить будем сейчас совершенно не то. Слава Богу, они еще не являются, Романовы, государственным смыслом, символом России. И не принят такой закон. И нас по закону, которые не могут. А, оскорбление. Да, оскорбление государственных символов не привлекут. Но мы оскорблять никого не собираемся. Мы будем стараться говорить только то, что сегодня современные историки выкладывают на всеобщее обозрение. И, пожалуйста, слушайте. Батюшка, мы с вами тогда много политики, но пустили церковные дела. Давайте к ним вернемся. Я хотел сказать, что вот это принятие закона, кстати, вот об оскорблении государственных символов, это жжение закона о кощунстве. То есть у нас тайными тропами государство возвращается к поповским законам. Просто прямую же нельзя назвать, что там кощунственные действия над святынями. Но они не объявляются святынями, но отношение к ним уже априори законом объявляется как отношение к святыням. Ну ладно, я еще согласен. К символике государственной даже вопросов не может быть. Это глупо какое-нибудь дерево там священное срубать или ломать какое-нибудь там здание. Еще что-то, это просто кощунственно, действительно, это вандализм и глупость. Но вот когда возникают неприкосновенные личности, благодаря своей должности, у меня это вызывает очень большие сомнения. Когда чинуши разных сортов, а отнюдь неблагообразной жизни, имеющие десятки любовниц, дома на Канарских островах, детей за границей вдруг становятся святыньками, неприкасаемыми, мощами, я к этому отношусь с большим сомнением. Ну пусть тогда надо принять продолжение закона. Что каждый вот такой неприкосновенный деятель, от самого верха от Кремля и до там чинуши, который сидит в районной администрации, должны спать в серебряных раках, которых хранят, как этот, знаете, граф Дракула-то это вот самое, хранят мощи в которых в церквях. Но чтобы они уже заранее приготовились к святыне, к собственной неприкосновенности и прочим, 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 прочим. Это неправильно в своей сути. Почему? Потому что человек с церковной точки зрения, какой бы он ни был, существо грешное, а с точки зрения биологии человек это вообще комок болячек, ошибок, маразмов и неизвестно чего. Ну понятно, что нужно там для славы, для власти кого-то там показать, что он, ну как бы, ни изъяну, ни ошибок в нем никаких в человеке не должно быть. Но так в реальности не бывает. И нам об этом свидетельствует и история наша, а также свидетельствуют все патологоанатомы. Я хотел бы призвать, чтобы чиновников умирающих не хоронили сразу, а делали проверку патологоанатомы их мозга, их внутренностей. И потом выясняли, вот можно ли было над чем-то посмеяться в их жизни и оскорбить или нельзя. Поверьте, патологоанатомы расскажут очень много интересного об особенностях жизни наших чиновников. Начиная там, не знаю, от Ленина и заканчивая нынешними правителями и будущими во веки веков. Поэтому будем относиться к этому здравомысляще, поскольку на самом деле люди, существа слабые. Ну и вот что я еще хотел сказать. Вы очень правильно, Женя, сделали несколько замечаний по поводу того, что Романовы умудрились вот себя так обожествить. За 300 лет вписать в историю свою такие моменты, как спасители России, как неких вот, ну, можно сказать, без них бы все небо упало на землю. Это уже не свойство любого правителя. К сожалению, любого правителя. Я вот с большим сожалению, конечно, сейчас наблюдаю, как, по-моему, не помню точно, в 2005 году где-то была конференция, и один из журналистов обратился к Владимиру Владимировичу и спросил его, некоторые вопросы ему задал. И Владимир Владимирович ответил ему, я простой государственный чиновник, поставленный на должность народом, избранный народом. И это были слова молодости и мудрости. А сейчас, к сожалению, с годами я наблюдаю все больше и больше опять вот сакрализацию власти. Мне бы очень не хотелось, чтобы это было в России. Я не считаю это патриотизмом. Именно сакрализацию власти, то есть каждое слово, каждое действие, исходящее от наделенного власти человеком, начинает обретать сакральный смысл. И все начинают окружающие, особенно вот попы всех сортов и мастей, сразу начинается подпевание о том, вот, начинают привлекаться к этому, знаете, как бы некие божественные силы. Чуть не Херувимы там нашептывают, чуть не Серафимы там советуют. Ну и это очень удобно, потому что любые проблемы можно решать государственные уже не только с помощью здравомыслия и каких-то реальных серьезных дел, а с помощью философии, с помощью вранья, с помощью сказок. И это, к сожалению, ну, видимо, такое время пришло, что сказки и по басенке вновь становятся главным руководством для народа, через которое можно внушать людям все, что угодно. Мы видели с вами в прошлый раз, как внушили, что Романов Михаил Федорович будет лучшим природным царем для России. Был еще один очень удобный момент какой, он не был замешан лично. Если Филарет был замешан, там все эти Юрьевы, Кошкины, Романовы были замешаны в смуте, он был маленький в меру возраста и не участвовал, по сути дела, ни в каких таких серьезных, ну, каких-то политических делах. То есть он не мог там травить Бориса Годунова, он не мог решать какие-то проблемы с польскими королями, он не участвовал в никаких загоров против шуйских. И это им-то как раз тоже хорошо воспользовались. То есть он был еще слишком молодой, и вдобавок еще один момент был важный. Как бы казаки многие считали, что пока молодой, то не будет их вольницы лишать, трогать не будет. И так и получилось. Когда Марфа, по сути дела, к власти пришла с мамками и родственниками, так они чем занимались? Душили Пожарского, травили, клеветали на него, посместили там всех бояр, поотбирали имущество, все доходы и промыслы, чем они занимались, пока не вернулся Филарет. А когда Филарет вернулся, он занялся управлением государства. И не только управлением, но еще и уже политикой. То есть, если эти занимались кладовками, золотом, драгоценностями и интригами с Пожарским, то Филарет занялся, конечно, политикой и, как бы я сказал, государственной философией. То есть научением государственной философии. Пояснение нужно? Да, конечно же, конечно, просто. Вы совершенно правильно сказали, но нужно небольшое пояснение. Дело в том, что на соборе 613 года выиграла та сволочь, извините меня за выражение, которая была в Тушинском релагере за счет того, что Пожарские смененные очень непредусмотрительно распустили ополчение. Он, наверное, просто финансово уже не мог. Не потянули они финансово, совершенно верно. Просто они были уже в большом-большом напряге, они собирали же деньги для того, чтобы расплачиваться с ополченцами. Кстати, Москва потом все Нижнему Новгороду выплачивала, аж до 1800, аж выплатили почти перед Отечественной войной. И получилось-то так, что вся Тушинская сволочь пришла к власти вместе с этими Романовыми. И Романовы сами же Тушинские. Естественно, они пристроились рядышком. Романов сам возглавлял, Федор Николаевич, всю эту Тушинскую мерзость. Я бы не сказал, что Миша-то был там невиновный младенец. Он пришел к власти в 16 лет. Карл XII пришел к власти в 15-15 лет. Во-первых, Карл XII знал точно, что он придет к власти. А Михаил Федорович намеревался, может быть, через Попаню, но знать точно, что его выберут. Да я думаю, там все это, что он там не все не знал, что он там отказывался, это все. Нет, нет, он ничего не отказывался. Я просто к тому, что... Все они все знали. Я думаю, все знали. Там действовали. Там Семибоярши... Давайте скажем проще. С боярами в банях не парился, не успел, не замечен был. Мы можем сейчас говорить, что... Он ничего не успел. О чем спрятали, что спрятали романовские историки? Они спрятали то, что Семибояршиной управлял ставленник Филарета, его брат. Естественно. И Иван Никитич... Да, да. Их четыре вообще было брата, там они все... Иван Никитич один остался такой более-менее в силе. И он однозначно был ставленником своего старшего брата, и они все работали на его приход к власти. Естественно. И они все прекрасно знали, что он, имея вот этот вот духовный сан, не может сам к власти прийти. И надо тянуть Мишу. Мишу тянули они уже заранее все. Ему чин стольного боярина дали в девять лет. Ну да. Ну что там говорить. Если бы не постригли Филарета, то он, конечно... Я еще даже кину в одну, может быть, извините меня за выражение, пакость. Ну, ну кину. Когда гарнизон польский питался трупами в Кремле, вы что думаете, а наша-то Семибояршина чем питалась? Они тоже, наверное, своих слуг жрали. Я вот серьезно говорю, несомненно, просто нечего было есть. И вот к власти пришел трупоед. Это вот еще. О, каннибализм. О, это уже наше. Однозначно, однозначно. Потому что очень много свидетельств оставили о том, что там польский гарнизон питался своими. Все делали, да. А чем, извините, меня эти-то питались? Духом Божьим. Ага. У нас же власть сакральная. Приходит утром Архангел Гавриил и приносит хлеб на блюдечке. Говорит, все, будете завтракать. И манной кашки накладывает. Поэтому нынешние, вот в чем и беда нынешних наших псевдопатриотов, они пытаются устроить сакрализацию власти. То есть сначала сакрализуются Романовы и там разные другие всякие деятели. Это очень удобно. Я не смотрел вот этот фильм Годунов в продолжение, но я полностью уверен, я посмотрю его в продолжение. Первую часть мы уже говорили о ней, а вторую я еще не смотрел. Но я точно знаю, что там Федор Никитич, ангел Божий воплоти. Пример сакрализации власти, вот, отошедший от дел Назарбаев. Сразу столицы, прямо лидер народа. То есть, видите, падишах, падишах, современный вариант великого и ужасного падишаха. Да, у нас то же самое. Ну, правда, слава Богу, не в такой форме, но с помощью вот таких законодательных актов, о которых мы сегодня говорили, именно и производится вот эта вот сакрализация власти. К сожалению большому, ну, тут нужно понимать одну вещь. Любые святыни рано или поздно развенчиваются. То есть, вот, нет такого, чтобы потом люди где-то не разобрались со временем. А когда святынки развенчиваются, люди разочаровываются. А когда люди разочаровываются, начинаются бунты и революции. Поэтому сакрализация власти вещь недопустимая. Мы должны с вами понимать, что любой чиновник, который есть в государстве, от самого высокого до самого маленького, это просто чиновник. И не больше. И не может он прикрываться за спиной Святой Руси, там, или патриархов, или еще чего-нибудь. И в церковные чиновники. Это только чиновники. Больше в них нет ничего. Если даже его позолотой всего сверху, с ног до головы, покрыть и раздеть, то будет просто голый, позолоченный старый дед. Больше ничего не будет. Давайте вернемся к нашему. Нет, Женя, это как раз важный момент. Мы об этом все время и говорим, об этой сакрализации власти. Ну вот, значит, что еще важный момент, какой бы мне хотелось сказать. Дело в том, что наверняка сама история самого Филарета, Филарета, она сама по себе свидетельствует о его многочисленных связях, кругом. В Кремле он выжил с трупоедами. Нет, он там не был. Ну, я понимаю, я имею в виду с этими всеми... Как был Миша, его брат и жена. Я имел в виду Романова. Да, Романова. Он прекрасно жил в плену. Многие свидетельствуют, что он отнюдь не сидел в яме и не ел. Он бы не дожил до 80 лет, если бы у поляков 8 или 9 лет в тюрьме он просидел в яме. Он бы там и изгнил бы. А так, видно, он хорошо кушал и хорошо спал и жил хорошо. Есть польские источники, которые говорят, что жил он неплохо. Да, жил он неплохо. От патриаршества он никогда не отказывался. Следовательно, он и в Польше, и в Литве был везде свой человек. Покаяние за то, что он был тушинским патриархом и, по сути дела, тушинским вором. Практически, да. Да, его так многие называют, тушинским патриархом. Покаяния он никакого нигде никогда не приносил. То есть, чем тогда раз он хороший настоящий патриарх, то чем плохой тогда уже Дмитрий II. Я понять не могу. Раз они вместе за одним столом сидели, и все у них было мирно и хорошо. В общем, дальше потом, когда он возвратился, пока он не вернулся, было два митрополита в Москве, а патриарха не избирали. Потому что знали, что патриарх сидел в Польше, да есть, он должен вернуться. Значит, это тоже все держалось, как-то держалось всю верхушку церковную под рукой. И, естественно, уже, конечно, и Михаил Федорович, и там, и с мамками, царицами всеми. Вот. Потом еще какие важные моменты из его жизни. Умудрившись вдвигнуться в эту, в когорту патриархов, как вы, Женя, правильно сказали, одновременно существовали и Иов, и Игнатий, и Гермоген, и еще и он назначены. В один момент, было в 606 году, когда Шуйский назначил Филарета патриарха. Назначил, да. Назначил. Оказалось, четыре патриарха. Иов, Гермоген, Игнатий и... Да, да, да. И Федорович. Кстати, потом, как раз, дальше, вот, когда он вернулся-то из плена, из... все это, когда произошло, сначала, чтобы... Сначала, чтобы... до того, как он вернулся еще, как, чтобы отстранить от Иова, от патриаршества, его надо было вернуть сначала на патриаршество, потому что его уже упразднили все соборные, да. И все, после того, как его вернули, потом сразу же отстранились. Значит, что он слепой там, и немощный, и старый, вот, поучаствовал в этом соборе передачи власти, как бы. И отказался он, как бы, естественно, он просто даже по немощи своей. Вот. И, естественно, эта власть была отложена, то есть был собор, не стал избирать кого-то вместо филарета, будущего, находящегося в плену. А все оказалось очень шито-крыто, тихо, мирно. И договорено было, потому что даже вопроса такого никто не ставил. О избрании патриарха. Я специально тоже смотрю, никто не ставил вопроса, что нужно срочно избрать главу патриарха. Кстати, этим потом Петр Первый воспользуется чуть попозже. Он скажет, ну что же у нас, вот, было там, митрополиты управляли, одники патриарха, без ничего было нормально. И когда Адриан умер, он просто сказал, не будем, не избирать следующего. Он не разрешил, да, избирать следующего патриарха. Вот, значит, и... По сути дела, мы видим с вами, что человек и шел к власти на протяжении всей своей жизни. И, да, кстати, мы сегодня говорили с вами о портрете, обнаруженном в Коломне, где он в царских одеждах и подписан царь Федор Романов. Портрет 1696 года. Вот, и заказанный Кошкиным, и расписки там есть на этот портрет. И более того, потом, значит, он изображался в царских одеяниях, и даже в патриарших его одеяниях были подбиты горностаем, что не позволял себе никто делать этот горностай, как бы царская мантия. При этом он в Богодунову ставил в упрек, что он там себя назначил как владетелем Казани и казанской царств. А, да, да, да. И еще, естественно, самое примечательное, он, когда уже взошел на престол, велел себя называть Филаретом Никитичем. Это единственный патриарх, который с отчеством умудрился быть. И потом еще, когда уже его избрали, когда все уже, ну, когда не то что избрали, это уже третий раз уже избрали его, и он окончательно закрепился на московском престоле, ему царь сразу пожертвовал титул великого государя, и потом уже великого господина. То есть он имел, как бы, такую двустороннюю государственную и церковную государственную власть. Значит, церковными делами он занимался мало, и занялся он политикой и управлением страной. И те 12 лет, вот как раз мы сейчас дошли до того момента, в прошлый раз, в котором закончили, те 12 лет, которые он правил при своем сыне, дожил он до 80 лет благополучно, и выбрал сам себе преемника, кто будет после него, он занимался политикой, и самое главное, чем он занимался, Женя, это вот написанием житий святых семейства Романовых. То есть он... Нового летописца. Да, нового летописца. Его труд, он затмил с собой все летописи, и все, ему надо было закрепить своего сына всячески на престоле. Это ему создать новую династию. Он понимал, что сам он уже не может быть царем, а сына вот своего закрепить на престоле и свое наследство он старался всеми силами. Поэтому его этот труд большой, он и сложил ту историческую канву, которую пользуется до сих пор о земском соборе, о начальных летах по царствованию Романовых. Это все, конечно, написал Филарет. И вдобавок он еще с огромным количеством там Романовых прихлебаев, которые наехали туда в Москву, огромный, сразу. Вы знаете, сколько только при этой Марфе было десятки разных родственников. Они эти... Сабуровы. Сабуровы, да. И прочее, 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 прочее. Ну, что ж, все как бы завершается, и Филарет почил Бозе. И выбрал себе преемником епископа Иосафа. Это бывший Кириллобезерского монастыря Игумин. И избрали его не просто так, а дело в том, что все-таки Михаил Федорович вырос, и его немножко, видно, тяготил попания, особенно в старчестве уже своем, со своим бесконечным влазанием во все... Ну, он практически все вопросы решал. Приезжали на двор великому патриарху, а потом ехали уже к царю, даже такое было. И он, желая избавиться от такой вот церковной, стопроцентной опеки, хотел избрать митрополитом и патриархом поспокойнее человека, который бы давал ему дышать и править самостоятельно. И поэтому он нашел такого... Сам его отец, конечно, нашел, и он избрал вот этого Иосафа за его очень скромный характер и болезненную натуру, чтобы он не вмешивался в государственные дела. И действительно, сразу же лишили его по избранию по 3634 году и всех вот этих званий великие, государя и прочее, все остальное, он уже ничего этого не имел. Он не имел права даже вмешиваться в какие-то там царские дела, и особым указом было составлено сначала царь принимает решение, а потом патриарх. То есть, даже в церковных делах. Подтверждает. Да, подтверждает. Поэтому он был ясно, что хочет царь избавиться от этой лишней опеки, от лишнего государственной власти. Ничем особым таким он не просветился, не просиял. Шесть лет он спокойненько просидел на своем патриаршем престоле. Никаких особых канонизаций, никаких особых нововведений или еще чего-то в церковной жизни не было. Мирно, спокойно и с благоденствием он соседствовал с владычеством Михаила Федоровича. Романова. В 1640 году он благополучно почил обозе, не вызывая каких-то особых там, даже в летописях воспоминаний. Кратце, описывается, ничего такого особого нет. К этому времени Михаил Федорович сдружился с будущим патриархом Иосифом. Причем, получилось очень странно. Все известно, что он откуда-то из Владимира, как сейчас говорят, питерские, да, из Питера ребята приезжают и сразу занимают высокие государственные должности. Вот. Как бы, кстати, не обиделись на это, не оскорбились, а то они такие натуры очень тонкие, ранимые, вот, как бы не обиделись и не плакали по этому поводу. И он попал на обед к царю. Это вот мне тоже очень понравилось. И просто посидел с царем за обедом и о чем-то поговорил. И на следующий день был издан приказ этого Иосифа в Москву. И царь, как сделали, привели трех, там было такое интересное, целое, было, жребий бросали. То есть, девять кандидатур было, вставляли имена их в Панагию, служили молебны, там отбирали три, допустим, и потом царю приносился там какое-то жребие, он указывал уже на того, кто будет патриархом. И выпал вот жребий на Иосифа. И он быстро был рукоположен, то есть, епископы возведен, и был возведен и патриаршей, интернизация и патриаршее достоинство. И он как раз уже более такую вел активную церковную жизнь. Известен его интересный труд о том, кто должен где сидеть и кто должен где стоять возле царя. Вот, такая лестрица. Какие архимандриты за какими архимандритами, кто из епископов старше, какие бояре постарше. В общем, вот такая, знаете, субординация. Субординация. Кто кому должен кланяться. Вот самое главное. И ручку целовать по очереди. Вот он известен и написал такой труд. При нем открыли мощи Александра Свирского. Это знаменитый, почитаемый, на Руси действительно святой, действительно великий человек. Чем он прославился? А он очень много чем прославился. Он, во-первых, это все северные пределы российские, именно благодаря ему христианизировались. Всякие пермиаки, там и прочее, все остальное окончательно. Ведь не секрет большой, что язычники при Иване Грозном были. Да, ну не, он попозже чуть-чуть был, я не помню, там какие годы, но попозже Сергея Радонежского. И было язычников в море. И тем более, вот эти территории, которые входили в состав империи, всякие ханства и прочее, там вообще себе спокойно жили язычники, никто их не трогал. И вот он был такой человек мирный, что без огня и без меча, без крови его примером очень многие вот эти районы прямо просто приняли веру, в виде огнем светоча. Это его самая главная такая вот задача. Ну а также он был очень святой жизнью человек и конечно я там не люблю особо поповские сказки, но есть даже предание о том, что ему явился как Аврааму Бог в виде трех ангелов. То есть сам Бог благословил его там чего-то. Но после того, как София Палеолог заявила о том, что Сергий Радонежский лично вложил ей в утробу Василия будущего царя, я очень аккуратно отношусь к этим экскорпоральным оплодотворениям и прочим всем таким вещам, надо очень всегда к этому с вниманием относиться. Ну а также он, патриарх Иосиф был знаменит своим таким благочением, благочестием и очень требовал, не было уже такой симонии сильной при нем, как вот было раньше, попа, за пороковое положение, попа убрали большущие деньги. И также он отличился своим таким очень добрым и миролюбивым характером. Его какие-то такие даже суровые наказания епископам за недостойное поведение или еще всегда носили такое отношение и милосердие. Если мы вот можем вспомнить, когда патриарха Николаев в Константинополе, в Византии, когда была проблема там с своими местными патриархами, вернулся Николай, то он приказал своего предшественника вытащить из храма, выбить ему все зубы, там чуть не задушить этой амафором, то здесь вот как раз наше вот это такое вроде бы восточное отношение, близость к востоку, но все-таки его вспоминали, многие из его современников вспоминали его в своих лептописях очень-очень добрым словом. Значит, его еще интереснейшая вещь, которую он затеял и которую из его подачи поддержал Михаил Федорович, это возвращение мощей митрополита Филиппа, Колычева. Целая огромнейшая Жене история. В общем, чувствовалась вот эта вина определенная, что задушили митрополита Филиппа и само собой, независимо от церковников, независимо от государственной власти, в народе начало очень шириться почитание Филиппа. Паломники множества приезжавших говорили о чудесах совершавшихся этого мощи, как всегда. И в этом моменту поняла государственная власть, что надо как-то взять митрополита Филиппа на вооружение, то есть его эту славу народную. Вот это многочисленные лайки в интернете надо было как-то переманить на пользу интересах Романовых. А то что такое, лайкают, а нам никакой пользы нет. вот этого. И они придумали такую идею, что надо мощи его возвратить из... Это обычная история. Да, но это было не просто, это было поставлено Жене целым, в общем, должен был ехать сам Иосиф, но он неожиданно скоропостижно скончался. Обычная история, когда власть подтягивалась. Да, 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 вот это да. В 52-м году он скончался и он не дождался этого момента. Получилось так, что поехал Ником в Митрополит, Новгородский, по-моему, он был тогда уже. Поехал он встречать, он поехал туда, сам привез эти мощи и сам написал чин встречи, чин служения, еще не будучи патриархом. Чин служения им, этим мощам, молитвы, Митрополиту Филиппу. И даже царю написали грамоту такую, он должен был встать перед гробом на колени и прочитать, что вот ты был убиен предком нашим, там, царем Иоанном, там, в гневе, прямо убиен был и по его приказу, и мы преклоняем твои колени, просим простить нашего предка и благословить нас святыми молитвами, там, ради Господа милующего, там, всех нас. И это было все выполнено. На этом месте на встрече построен храм митрополита Филиппа, где он, там, первое время мощи его находились, потом в Кремль перевезли, и это было, конечно, с огромным стечением народа. Я даже думаю, что это было специально даже в некоторой степени сделано для того, чтобы отвлечь людей от каких-то насущных проблем, ну, естественно, как всегда, то голод, то недород, то еще что-нибудь. И в конце концов, ну, было такое торжественное прославление с этой целью совершено. Вот, ну, что ж, дальше, значит, нам необходимо вспомнить с вами о следующем государе, будем вспоминать за Российском. Давайте, чтобы не возвращаться, я немножко, несколько интересных моментов, да, может, что-то я упустил, вспоминайте. По политическим частям пройду, что происходило в царствовании Михаила еще и так далее. А по поводу Никона и последующих всех дел, давайте следующим. не будем начинать, прям начнем с Алексея Михайловича, или сейчас пару слов про него скажем, а уже Никон как бы пойдет у нас с Никона начнем, и про Алексея мы закончим. Я все-таки еще обращусь вниманием на царствование Михаила. Я что еще хотел обратить внимание интересного все-таки, еще раз подчеркиваю, что когда пришла вот эта вот вся структура, тушинская структура власти, они конкретно пришли, особенно прикрывая своей родственной Марфой, Иннокеней Марфой, да, матерью царя Михаила, то есть первые четыре года, которые вот четыре-пять лет, пока не было Филарета на Руси, они просто всех патриотов, которые уничтожили поляков, которые приходили, они просто загнобили. начиная с Пожарского. Начиная с Пожарского. И только Филарет, когда он пришел, он был умный человек, надо отдать должное, несмотря на все дела, это был, конечно, умнейший человек своего времени, он понял, что так нельзя. И он эту всю свою родственную Тушинскую братью маленько утихомирил. Он вернул Пожарского, дал ему разбойный приказ, очень сложный разбойный приказ, Пожарскому пришлось заниматься уголовными делами, пришлось заниматься. Ну, представляете, что такое? на дорогах гранили, и прочее, ловить это все. Но, тем не менее, его поставили, ему дали какой-то хороший боярский чин, также и Минин получил боярский чин, между прочим, но его послали куда-то в отдаленные, в отдаленные края собирать какие-то налоги, и он там так и умер. То есть, вот эта верхушка вся, Тушинская, она была происхождением очень сильно... Как сейчас говорят, элита. Элита, да. она была происхождением практически вся польско-литовская. Они хоть, они со времен еще Ивана Третьего, когда переметывались на это самое, вот эти все Гедеминовичи собравшиеся, они... Со времен порубежных войн. Да, со времен порубежных войн. Да я бы еще раньше сказал, еще со времен Дмитрия Донского и Витовта вот этих всех дел, когда они при Витовке еще при Софе Витовта они там начали подтягиваться на Русь. вот они взяли вот это вот... Дело в том, что от поляков коронных избавились, а свои пришли к власти. Вот эти вот Гедеминовичи в основном. Ну, общая масса. Они были все там родственно помязаны. Но дело в том, что вот эта вот направленность, вот эта вот психологическая направленность, она была вот создана Романовыми именно. посмотрите, если при Иване Грозном в Годунове и там при Федоре Ивановиче при Годунове была национальная политика. Была очень высоко поставлена национальная политика со всеми своими вот этими вот нашими национальными, в общем-то, определенной средневековой демократии. Земство, земские выборные там, избы там, вот эти вот даже целовальники, которые там присутствовали, вместе с воеводами поставили там царем. Вот управление земское очень сильно на Руси было поднято. И это же они подняли вот это вот ополчение. Два ополчения подняли. Земцы подняли два ополчения. То есть русские люди самостоятельно могли сделать. А вот это польско-литовское братья, которое начала править, они все подавили, вот все управили. Их демократию и добавок еще потом их была цель подавить все это русское и сделать их рабами, скотами, быдлом, как они считали. И на этом всем усесться на трон. И так в принципе оно и происходило. Но первые годы Филарет не давал вот этому развернуться. И вот Пожарский, Михаил Борисович Шейн, бывший воевода, который оборонял Смоленск, тоже занимал большое место, очень большой патриот, он тоже был у поляков в плену, вместе, кстати, с Филаретом, они друг друга прекрасно знали, ему тоже были отданы большие такие полномочия в военном деле. То есть Филарет ввел более аккуратную политику, хотя вот эта вся братья Тушинская при нем уже начинала процветать. Но он их сдерживал. И все это закончилось с войной 1933 года, когда Филарет умер, а Шейн оказался один возле Смоленска, ему не дали никакой помощи, военные историки оценивают это как полное предательство вот этой вот братии Боярской в Москве. Подстава. Подстава, самая натуральная подстава. И когда он вынужден был, ну просто его там практически разгромили по Смоленскам, там оказалось, что он, осаждая Смоленск, сам оказался еще в осаде, с пришедшей в окружение. И ему потом, как только Филарет умер, ему отрубили, отрубают голову. Также и после смерти Филарета, все, и Пожарского также опять, он ушел в отставку и так далее. Все, закончилось вот это патриотическое, национальное, русское, закончилось движение в верхах. Началось вот это вот пришедшее непонятно из каких земель осаждение дошло до того, что... Ну почему? Немецко, польское... сначала польское, сначала польско-литовское, потом немецкое. Все западноевропейское в те времена это было для них, это было Польша. Была Польша. Образец это была Польша. Там все было лучшее. Дошло до того, что Федор Алексеевич это сын уже, царь, который принял престол после смерти Алексея Михайловича, ходил в польском платье и разговаривал на польском языке. Как Алексей Михайлович его воспитатель первый одел немецкое платье вообще. Да, немцы уже подтягивались. И Кукуй был, кстати, при Михаиле, подтягивали немцев. немцы, понимаете, как они любили развлекаться. У них было, они писали друг другу тайные письма. Вот, например, Алексей Михайлович писал там боярину Милову. И писалось это все скрытым шрифтом и называлось Тарабарщиной. В 33-м году в соборе уже не участвовали крестьяне в земском соборе. То есть там уже участвовала только вот эта вот элита. То есть крестьян народ простой. Крепостные, конечно, не положено. Это сколько было ему в 36-м году? В 29-м он родился. В 36-м ходу... В 89-м? Когда? Подожди. Ну, в 36-м ходу был собор. Это по уже... В 97-м году, наверное, Михаил родился. Не, Михаил-то да. А кто? Ну, в 36-м году то земский собор был уже какой? В 13-м году Михаила выбрали. Да. В 1613. А 36-го собора это уже собор, который выбирал Алексей Михайловича. Нет. В 46-м. Или в 46-м. В 45-м у меня Михаила. Да, да. Я говорю, что когда крестьян отстранили от участия в земских соборах, то есть народ вышибали оттуда всеми метлами. Ну да, чтобы не было, только осталось вышибами. Да, чтобы оставить, а народ должен был обратиться в рабов. Так же, как и в Польше. Вот по этой психологической установке они и действовали, вот эта вот новая тушинская элита. Кстати, вот мы много раз, Женя, тоже вот говорили о закабалении крестьян, полном закабалении. Ни к чём тут не оказался, ни Иван Грозный не виноват. И только немножко частично царь Фёдор чуть-чуть, там грамота есть у него одна. А самым больше закабалил, как раз уже закабалили при Михаил Фёдоровиче и при Алексея Михайловиче. Как красиво говорят все церковные историки и государственные, необходимость обрабатывать землю, вот, необходимость такая была очень. Из-за этого сделали из крестьян, полностью упразднили их из земских соборов и полностью сделали крепостные собственность. А за сто лет до этого в Польше обратили в рабов крестьян. И вот им по этой же схеме надо было и на Руси сделать. Вот они это и потом сделали в 49-м году, когда приняли соборное вложение. И ещё очень наглядный пример, чуть не забыл. В 19-м году, ну, через год после того, как Филарет вернулся из плена, он запретил англичанам проходить северные пути. Помните? Такое слово. А, да, да. Что сейчас англичан и голландцам закрыли северный проход. А дело в том, что при Фёдоре Ивановиче и Борисе Годунове вот этот северный морской путь, вы представляете какие времена при Борисе Годунове и Фёдоре Ивановиче развивался северный морской путь. Он должен был связать, это должно было переплюнуть даже шелковые пути всякие, понимаете? Это очень удобная была трасса, она проходила через морскую обскую губу, вот в падение низовья обиды. И до Енисея. Дело в том, что вы посмотрите на карту, там Енисей и Обьев протоками, а не протоками связаны. Это прокопали уже. Там было двери чужки, да. Там прокопали, но они настолько близко все эти проточки связаны, и все эти пути развивались. Я все время удивлялся, когда думал, как же так Ермак пошел спасать бухарских купцов. А куда же эти бухарские купцы шли? А они шли как раз в низовье оби, вот эту знаменитую Мангазею. Мангазея это не легендарный город никакой, это реально существовавшая такая база, которую Борис Годунов послал туда. пытались проложить торговый путь. Конкретно Борис Годунов занимался этим, он послал туда 200 отряд из 200 стрельцов, они пробились через первобытные племена, через Ямал, взяли Мангазею, и они начали развивать государственное строительство, вот именно в низовье Хабибе и Нисеи, представляете, в те времена и это должен был, северный морской путь должен был связать Европу и Азию, представляете, какие замашки были у национально мыслящих правителей, а Романовы не стали с этим заморачиваться и плюнуть, да нафиг нам это заморачивать, мы тут в быдло всех обратим, заставим платить деньги, а Сибирь мы прекрасно через Урал будем пушнину таскать, а какие-то там развития нам это не тесут, закроем, а то англичане и голландцы туда налезут и просто закроем и все, и после этого Мангазея рухнула, боеводы там начали драться и к 40-м годам, к 640-му году при Романовах там просто ее спалили Мангазею, кстати, кстати, еще обращу внимание очень интересный момент, это я сам додумался, ведь Мангазея-2 потом перенесли в Туруханск, это была Мангазея-2 называлась, а так как Сталин был в ссылке в Туруханске, он не мог об этих вещах не знать, потому что легенды про Мангазею, про Северные пути ходили очень долго, они даже до сих пор на Алтае вспоминают, что скот гоняли старину туда, на Енисей, а потом через Енисей куда-то туда, на Мангазею, не мог Сталин не знать и не мог он не понимать, что Северный морской путь очень важен, и понимаете в чем смысл того-то освоения уже в советские времена, то есть пришел к руководству все-таки деятель, государственный деятель, который понимал эти смысл, осознавал смысл вот этого Северного морского пути, начались все эти Попанины и так далее, вот какие вот такие через века протянувшиеся линии, понимаете, а Романовы все это просто прикрыли, им это не надо, им это было неинтересно, они не были развивающими деятельами, это потом уже соображать стали, а тогда у них была другая цель ополячить все это и на это завершить. ничего при Романовых вплоть до 17-го года ополячить, ополячить, только-только они потом начали там еще какие-то не, ну, при Петре, конечно, очень сильно начали развивать там, и он давал задания, прямо помню, есть бумаги Петровские, исследования вот этих рек, где они впадают, там все это было, ну, при Петре первом, а потом Петр умер, и сразу пришла череда дворцовых переворотов, и опять никому не надо если бы развивали флот на севере, то прекрасный северный морской путь можно было брать под контроль, Россия бы владела этим путем таким великолепным. Ну, что сейчас возьмут? Ну, сейчас мы уже имеем такие флота, что можем и через Берингов пролив это самое, а тогда же такого невозможно было, а вот к Ямалу-то как раз подходили поморы спокойненько, тем более к Ямалу, через Ямал там были пути, каботажным плаванием, да, они проходили, ну, не спокойненько, но пути были, освоенные. Все зависело от того, какие были годы, там, когда посильнее замерзало, когда... Вот, я про то, что Романовы это просто прикрыли, а я про то, что у Годунова и тех царей были более национально развивающие мысли, более они мыслили широко и мыслили очень глобально эти люди. Недаром Годунов построил столько городов. Да, да, как раз именно в том направлении. В том направлении, да. Ну, что ж, наверное, тогда мы на этом завершим, тогда сегодня, что не затягивать. А в следующий раз уже будет у нас Алексей Михайлович и начало раскола. Подход к этому. Спасибо. Спасибо всех. Кстати, кстати, вот что еще один момент важный. Марии Египетской, память, Марии Настояния, всех поздравляю с праздником и хочу напомнить, что Мария Египетская, прежде чем стала святой, 40 лет молилась в пустыне. До этого была обычная блудник, проститутка родская. Причем очень такая, которая любила садиться на корабли и с моряками плавать в дальние плавания. Потому что любила, да, очень любила мужскую половину рода человеческого. Поэтому помните всегда, вспоминая, что о наших современных чиновниках и о Романовых и обо всех, что от Марии Египетской они не сильно отличаются. И причем, если отличаются, то, наверное, еще в худшую сторону. Всего доброго.